Итак, основа Капитал и продолжаем видеосъемку. Итак, на этот раз подойдем к администрации, уточним про наличие вот этих вот значков. На входе в торговый центр Капитал, вот, Капитал, торгово-этикальный комплекс. Находим в городе Тольятти, к сожалению, адреса его нет здесь, чтобы показать. Находится на улице Дзержинского, 21. Пройдем к администрации, уточним про законность этих требований, на основании чего эти требования. Итак, сегодня 12 июля, 15 часов 03 минуты сейчас. Здравствуйте, уточните, пожалуйста, как администрации подняться? Пятый этаж. Пятый этаж. На лифте же нету пятого этажа? На четвертый этаж, пятый этаж со стороны ГАЭФ. То есть на лифту на четвертый этаж поднимаетесь. Идете в конец этажа, там по лестнице наверх. Хорошо, спасибо. Хорошо, именно так и сделаем. Наверх? Да. Отлично. Хорошо. Хе-хе-хе. Пошли, что мы опять, Миша, поехали На минус один Своей рейтой на минус один Что ты это? На минус один, блин Дышать, Пашка Далеко не уехали Без паркетсов, это будет трех Уважаю Не, надо было еще пару раз девчонки вернуть Они, наверное, в августе Конечно Непонятно, что у них случилось На них смотрят, а что приехали назад Быстро Ох, жарко Так, четвертый этаж Где у нас Значок Того, что это четвертый этаж Вот он Движемся Как вам сказали, в конец коридора На доплестницу Со стороны Баумана, если не ошибаюсь Там уточним на предмет того Почему эти таблички Очки висят И на основании Чего они, собственно, там висят На кого они действуют И так далее Возможно, сейчас администрация уже в курсе И быстро скажет, что эти таблички предназначены для работников торгового центра Так как они, если работа, они обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка И так далее Возможно, даже это будет сейчас так Вот лестница Посмотрим Да, эта лестница ведет на доп. этаж наверх В администрацию Отлично Здесь, собственно Непонятная дверь И Дверь без каких-либо обузнавательных знаков Полагаю, это и есть Администрация Администрация ТРК Капитал Времени работы нет Ничего нет Электрощитовая И спуск В другую сторону Давайте уточним Да, арендана мне нужен Приемная Здравствуйте Здравствуйте Хотел бы уточнить на Знаки, которые стоят на входе на торговый центр Запрещающие видеосъемку Для кого они предназначены На каком основании они там находятся Вот туда Да Хорошо, спасибо огромное Хорошо Здравствуйте Сказали в этот кабинет зайти По поводу запрета видеосъемки Я передаю Вера нам Обожарный Вера Типа на ней Здравствуйте Здравствуйте Ты не можешь дать ответ Хорошо Можно, пожалуйста, бумажечку Образить заявление Напишу заявление Пойдемте Мне очень интересно На каком основании Вы нарушаете конституцию 29-ю статью Позволяющую мне свободно Передавать, получать информацию В торговом центре Прям очень интересно Не было этих знаков Буквально недавно они тут появились Снова приклеились Крандаш Стало интересным Угу Хорошо Только я немножко не аренд... Не аренд... Не снимаю у нас помещение Ну неважно Не наниматель Ух Буквально Ну, я не знаю... Ну, кричит Угу Затем Очень Затем Затем Буквально 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 Спасибо. 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 Итак, он в заявлении указал, прошу разъяснить основания для запрета фото-видеосъемки. Записи на входных дверях в торговые... Знаки, прошу прощения. На входных дверях в торговый центр «Капитал» информируют посетителей о том, что на территории ТРК запрещена видео- и фотосъемка. Данное требование является незаконным. Согласно статье 29 Конституции Российской Федерации, любой гражданин страны, коим я являюсь, имеет право свободно получать и распространить информацию любым законным способом. Согласно законодательству страны, запрета на фото- и видеосъемку в ТРК нет. Соответственно, этот способ является законным способом получения информации. Ответ прошу направить по электронной почте legalsobachka.tltdev.ru. Дата, подпись. Фото заявления приложу. Сейчас передадим его администрации и посмотрим, как скоро получим ответ. Заявление написано на имя директора ТРК «Капитал». Имя Коева даже здесь не фигурирует. Очень интересно. Фикография данного заявления сделала на свой телефон. Видно. «Капитал». Вот, собственно… Вот заявление. Прошу дать копию, поставить подпись, что вы его приняли. И в течение какого времени... Сюда вот. Не могли бы сделать, пожалуйста, копию и поставить подпись, что вы приняли на штамп организации или что-нибудь? Заявление. Да, на территории торгового центра «Капитал». Ну, точно. Разъяснить, на каком основании у вас запрещена фото-видеосъемка на территории торгового центра. На входе стоит нарисован значок красненький, которым перечеркнут аппарат и говорит, что фото-видеосъемка здесь запрещена. Так же, как вход за животными и так далее. На каком основании, непонятно. Хотелось бы узнать. Раньше этих значков не было. Лишних вопросов иметь не хочется. Поэтому уточните, пожалуйста, на основании чего она запрещена. Директору было написано заявление. Не, я понимаю, но было написано. Вот, вот. Ждем копию и штамп, что вы его получили. И в течение времени будет ответ. Скажите, пожалуйста, тоже. Леша, сделаю копию. А зачем копию? Переписывайте, у нас нет сервиса. Пишите вторую. Мы не обязаны никакой копии делать. Пишите. В двух экземплярах? Конечно. Хорошо. Второй листочек, пожалуйста. А листочка у вас тоже нет. Возьмите, идите, купите листочек. Нет, образец заявления бланк. Вы обязаны его предоставить для написания второго экземпляра. Ну, а, вы можете писать в произвольной форме. Да. Листочек второй предоставьте, пожалуйста. Или сделайте копию. Я не обязан переписывать на пустом листе второй экземпляр. Но мы не обязаны вам делать копию. То есть вы отказываетесь принимать заявление, правильно? Мы вам уже не написали входящий номер. Хорошо, напишите мне. Хорошо, напишите мне входящий номер на листке бумаги. Без проблем. Хорошо. Вообще без проблем. Можете не делать копию. По электронной почте я написал. В самом конце, что ответ прошу дать по электронной почте. И адрес электронной почте. Legal. Собачка. Тлттф.ру Что это за компания у вас? Я являюсь частным лицом. Просто домен мой личный. Как камера? Чучев Роман Викторович. Чу? Через... Да. Ч-У-Т-Ч-Е-В. Да. Почти как Чучев. Почти. Какое у вас замечание? Двенадцатый. Почему вы заинтересовались? Вчера только что, проходя с камерой охрана, очень интересовалась, куда вызывала старшего по смене, когда я пытался уточнить... Вы пришли сюда, чтобы еще раз отрепетировать? Да, конечно, я пришел сюда, чтобы написать заявление и уточнить, по какой причине это запрещено. Вы пришли сюда, чтобы отрепетировать то, что было вчера? Нет, я сегодня пришел, чтобы написать заявление и получить официальный ответ. Нет-нет-нет, вчерашнего мне не нужно. Но поэтому фотоаппарат-то можно закрыть? Нет, не можно. Я снимаю на основании 29-й статьи Конституции РФ, которыми дают право свободно. А сейчас вы не имеете право? Я имею полное право в лицо при исполнении должностных обязанностей. Я имею право в... Я еще раз говорю. Сейчас вы не имеете права снимать до тех пор, пока вы меня не предупредили. Вы являетесь должностным лицом, вы исполняете свои должностные обязанности. Я снимаю ваше административное правонарушение. Запрет на видеосъемку в торговом центре. Вот только что, вот сейчас нет. Видеосъемку можно делать только тогда, когда вы должностному лицу... Вы сообщили о том, что вы снимаете. Нет, вы не правы. Я не обязану вас уведомлять. Я дала вам входящий номер. Вы можете быть свободной. Да, спасибо огромное. До свидания. До свидания. Вот, смотрите. Дальше сотрудник предлагает и оскорбляет меня, называя, что я нахал. Не знаю, было ли слышно это на камере. Очень интересно. Это администрация, внимание, торгового центра. Кстати, уважаемые, не могли бы вы сообщить, как вас зовут или кто вы, и вашу должность еще? Не могу. Не можете? Нет. Хорошо, ничего страшного. А то вы позволяете себе это называть нахалом меня. Камера записала, к сожалению. Я сказала, что когда вам молодой человек... Да-да-да, я слышал, когда я вышел. Я сказала, что вы слышали... Камера тоже записала, к радости моей. Я надеюсь, камера это тоже записала. Просто хотелось узнать вашу должность. Или хотя бы кто вы. Ну ладно. К сожалению, эту информацию я тоже не получил от администрации торгового центра. Смотрите, как глядится. К слову, администрация так и не сообщила, в течение какого времени будет рассмотрено заявление мое. Написанное. Но я думаю, через некоторое время. Я все-таки надеюсь получить ответ по электронной почте. Как и написано в заявлении, что прошу ответ направить по почте. Посмотрим? Посмотрим. А пока что мы продолжаем, собственно, видеосъемку. Пройдемся до крайнего лифта. Спустимся вниз. Выйдем из торгового центра. Надеюсь, спокойно, без проблем. И после этого, собственно, закончим. 8 минут 45 секунд. У меня на камере осталось видеосъемки. Через это время пройдет полчаса. И камера автоматически прервет видеосъемку. Надеюсь, что я успею за это время спуститься. И никаких проблем у меня ни с охраной, ни со старшими сменой не возникнет. Фуф. А то большинство людей привыкло только говорить. Спрашивать. Но ничего не писать. Не оформлять никаких документов. И так далее. Судя по всему, в этой стране ничего не будет меняться до тех пор, пока не начать что-нибудь делать. Кстати, очень красивая панорама. Здесь не видно, к сожалению, светится разными цветами. Да. А у вас есть? Выключите, во-первых, камеру. Нет, я не выключу камеру. Вы лицо при исполнении. Я снимаю на основе 29-й статьи Конституции Российской Федерации, которая позволяет мне снимать в общественных местах. Вы не имеете права... Я имею права. Я только что был в администрации, получил номер заявления, в котором было написано директора торгового центра капитала о разъяснении причин запрета. А вы не имеете права. Я имею права снимать. Видно на двери? Да, вот именно о нем я написал заявление. Вот сейчас. Как хорошо, что запись не прервалась. Прошу. Так не прервайте. Да, 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 конечно. Без проблем. Старшие смены. Собственно, что и говорилось. О том, что администрация и будет вызывать старшего смены. Конечно будет. Я не прервывайте. Администрация только что говорила, что сейчас написали заявление, прекратите съемку и прочее. И теперь вот. Вы имеете полное права. Это общественное место в первую очередь. Это общественное место в первую очередь. Как иметь право, как администрация может или как хозяин этого заведения? Нет, нет, нет. Вы здесь общественное место. Если бы вы были частной территории, у вас бы был значок соответствующий, это был бы ночной клуб или что-нибудь. У вас не видно значок? Какой? Что написано, что частная территория? Не видно на двери. Частная территория. запрещается с ним вы не имеете права запрещать снимать на общественной территории а так не имеете права это общественное место капитал общественно место торговый центра сейчас местно только на operate не могу снимать газ является объектом государственных раз только в государственных только в государственных учреждениях заседания палаты и прочее вот мне даже интересно сейчас попробую ехать у меня будете задерживать говорится давайте от�니다 конечно сильный Мне даже интересно просто посмотреть. Я без проблем поговорю с старшим, я уже разговаривал вчера. Мне даже интересно посмотреть. Салёк, подойди на север, на центр. Если же он у вас не пробьёт. Что вы улыбаетесь? Сигнал здесь не пробьёт. Пробивает всё нормально. А, лифт железный, у меня изолируется связь. У меня полное право улыбаться. Я улыбался, смена. Вега вызывала старшую смену. Тут вас ведут к съёмке, а он говорит, что он имеет право с ним. Да, у меня полное право на основе 29-й статьи Конституционской Федерации. Я не пробью, закон, чтобы не снимать. Да, ваши требования незаконны. Об этом я только что сказал. Слава тебе, Господи, хоть умные люди есть. А вы что считаете, что я... Ну, если вы не разбираетесь, если вы не разбираетесь в законах, Вы что, меня оскорбляете? Я вас не оскорблял, я сказал, слава Богу, здесь есть умные люди. Сейчас вот эта... Ваша съёмка пойдёт и в суд против вас за то, что вы меня оскорбляете, меня на своём рабочем месте. Я вас не оскорбил никаким образом. Вы как сказали? Я сказал, слава Богу, есть умные люди, которые знают закон, которые знают закон. Я не сказал, что вы не умный человек. Смотрите, вы сами додумали, вы сами додумали фразу. Я не говорил этой фразы, я этой фразы не говорил. Вот и всё, отлично, спасибо огромное. Смотрите. Оказались всё-таки нормальные сотрудники, которые сказали, что всё хорошо, вы можете продолжать видеосъёмку, и запрета нет. То есть охрана всё-таки не настолько здесь веселится, чтобы нарушать, продолжать нарушать закон. Ну, пройду ещё поснимаю немного, и я думаю, можно будет съёмку прекращать, выйдев западный, наверное, это выход. Вот, вот так вот. Пройдём ещё мимо некоторых сотрудников. Отлично. Сотрудники, не обращай внимания. Итак, вышел. В целом-то, проблем у меня не возникло. Это выход номер три торгового центра того же Капитал. Время сейчас у нас не видно почти, к сожалению, 15 часов 27 минут. Всё, завершаю съёмку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...